Гагарин Желаю вам доброго полёта! Желаю вам доброго полёта! Началась настоящая гонка в освоении околоземного пространства. Высадка на Луне, полёт ракеты на Венеру, запуски спутников-шпионов. Чтобы обойти друг друга, Советский Союз и США тратили миллиарды. В 70-х в НАСА всерьёз занялись разработкой Space Shuttle — космического корабля многоразового использования. А в Пентагоне рождалась фантастическая по тем временам программа противоракетной обороны. Её суть — наносить ракетные удары по наземным целям со спутников. Джордж Лукас стартовал со своими «Звёздными войнами» вовремя. В честь его фильма и назовут эту программу. В Кремле сомнений не было. Именно шаттлами и будут выводить на орбиту ракеты для «Звёздных войн». Примерно в то же время, в середине 70-х, в СССР ведутся работы по созданию собственного многоразового корабля и ракеты-носителя. Мы сделали ракету, на которую можно было бы подцепить корабль, который полетит на Марс. А вот шаттл уже не мог так полететь. Советскую модель космического челнока создал «Киевлянин» Глеб Лозина-Лозинский. До самого запуска системы имя генерального конструктора будет засекречено. Известно только название корабля — «Буран». Для полётов на ещё не созданном корабле в конце 70-х уже готовят особый отряд космонавтов. Отбирают лучших лётчиков-истребителей. Одним из них был Леонид Кадынюк. Я был подготовлен как командир корабля «Союза ТМ» и как командир корабля «Буран». Разработчики запланировали, что запустить первый советский шаттл могли только с одного космодрома — в Казахстане. Производство этих «Буранов» было в Московской области, в Москве, а ракеты «Энергия» — они где-то в Поволжье, а космодром на Байконуре. Нужно было решать, как доставить «Буран» и ракету-носитель «Энергия» на космодром. Для этого решили срочно создать новый сверхгрузоподъёмный самолёт. Его назовут «Мрия. Мечта». Эпоха самолётов-гигантов началась в 1965 году. Франция. Июнь, 1965 год. Авиасалон «Ле Бурже». Увидев новый широкофюзеляжный Ан-22 «Антей», западные делегаты были потрясены. Некоторые, так сказать, американцы попадали в обморок, словно говоря. Чего только про него не писали. И «Летающий собор», и «Гигант», и так далее. Крыло было больше 300 метров. Это огромнейший самолёт. Самолёт-грузовик предназначался как для гражданских, так и для военных целей. 67-й год. Домодедово. Военный авиаппарат. И, наконец, завершает посадочный десант. Самые крупные в мире воздушные корабли конструкции Антонова «Ан-22». Лётный вес каждого такого исполина – 250 тонн. Он может перевести 80 тонн груза на расстоянии до 5000 километров. Иностранные «Аташе» едва успевают передёргивать затворы фотокамер. Из нижней части фюзеляжей «Антеев» один за другим выезжают новейшие самоходные ракетные комплексы воздушно-десантных войск. Новость моментально тиражируется на первых полосах западных СМИ. Советская авиакосмическая промышленность и её военные заказчики прилагают всё возрастающие усилия в разработке новых самолётов и тактики боевых действий в современной неядерной ограниченной войне. Почти все самолёты, показанные в Домодедове, служат этой цели. «Авиэйшн Вик», июль 1967. «Пентагон» проводит экстренное заседание. Вскоре фирма «Локхит» выигрывает тендер на производство стратегического транспортника «Галакси С-5А». Это был быстрый американский ответ Союзу. «Габариты, конечно, они получили, скорость они получили, ресурс у них был плохой у этого самолёта, и ещё целый ряд недостатков, но главное, они не затянулись до своих параметров». Вьетнам. 1975 год. Операция «Бэби-лифт» на борту С-5. Дети-сироты из Вьетнама. Самолёт падает сразу после взлёта. 155 погибших из 300 находившихся на борту. Это была четвёртая, самая громкая катастрофа «Галакси». Там у них поднялся большой скандал, были разборки на уровне Конгресса. На самом деле парад в Домодедово был грандиозной провокацией. Союз заставил оборонную промышленность Америки торопиться и работать на компанию «Локхит». А наши конструкторы выиграли время. Проект создания «Руслана» получила КБ Олега Антонова. «Он меня вытащил потом на Ан-124 и сказал, «Виктор Ильич, вы, как говорится, провели первую осевую линию на доске, на чертеже, по этому самолёту, по этому проекту. Вам его и продолжать». Это был уже 1971 год. Через два года новый облик машины будущего был готов. Создатели проанализировали и учли ошибки, которые допустили американцы. И они лопухнулись, если можно так выразиться, и сделали очень непрочным крыло. И у них уже буквально в начале эксплуатации начали трещать крылья. Крылья «Руслана» сделали прессованными, а не клёпанными. Тем самым они стали прочнее, чем у «Галакси» в несколько тысяч раз. Оторвать от земли 400-тонный самолёт должны были четыре новейших турбореактивных двигателя. Производили такие в Запорожье. «Наши специалисты одно время ездили в Великобританию. Думали, рассматривали вопрос приобретения двигателя «Росросс». Поэтому вот с него какие-то были там идеи взяты. 160 тысяч лошадиных сил – это всё равно, как тысяча «Мерседесов». Вот примерно в одном самолёте. Вместе с «Русланом» рождалась новая экономическая модель советской авиапромышленности. Под этот проект на Киевском механическом заводе возвели большой цех. Для изготовления сверхпрочных деталей изобрели новые сплавы, которые до сих пор применяются в мировом авиастроении. Создавали новые станки и электронику. В Ташкенте для изготовления крыльев сконструировали уникальные прессы мощностью 60 тысяч тонн. На то время – самые большие в Европе. В самолёте длина всех проводов где-то около тысячи километров. Представляете, если всё это выложить, это дальше, чем от Киева до Москвы. «Изделие 200» – так в проектной документации назывался «Руслан». «Это был радикальный прорыв лет на 50. По аэродинамике, по технологиям, по компоновке, по системам управления, по логике, по эргономике – это была машина нового поколения. До неё таких не было». Генеральный конструктор утверждает полётное задание. Последние минуты предстартового волнения. Экипаж занимает места в кабине самолёта. С коротким разбегом «Новый Ан» легко взмывает воздух. За штурвалом – лётчик-испытатель Владимир Терский. Александр Голуменко – здесь второй пилот. Моя задача была сделать всё в соответствии с заданием. Вот это давлело над всеми остальными, скажем, чувствами. Через шесть лет именно он поднимет в воздух самый большой самолёт в мире. Первый американский шаттл «Колумбия» должен был стартовать 10 апреля. Из-за технических неполадок вылет перенесли, и он совпал с 20-летием полёта в космос «Гагарина». Тем временем началось строительство системы «Буранэнергия». Сам космолёт разрабатывала специально созданное научно-производственное объединение. «Молния». Находилось оно в Подмосковье. Но в разработке всего уникального комплекса участвовали сотни предприятий союзных республик, в том числе украинские. В Харькове делалась система управления для всей этой ракеты. Там вот установщик сам, на котором ракета вывозилась на стартовый комплекс, делался в Краматорске, на машиностроительном, там уникальное тоже сооружение громадное. Ну и «Южмаш» делал эти боковые ускорители. Уникальные двигатели, самые мощные в мире. После запуска шаттла в Союзе решили как можно скорее дать ответ. Темпы создания энергии и «Бурана» ускорили вдвое. В 1985 году в КБ Антонова из Москвы пришёл пакет с грифом «Совершенно секретно». Мы получили задание тогда на перевозку космического аппарата «Бурана». На разработку и производство первой модели самого большого в мире самолёта, включая испытания, отводилось всего два года. Был подписан вообще нереальный срок, откровенно говоря. То есть в 1985 году ещё только начались работы, а уже был 87-й срок, что самолёт должен взлететь. На карту было поставлено всё. И авторитет КБ Антонова, и его будущее. Проект 400, так в рабочей документации называлась МРИЯ, стал самой сложной задачей за всё время существования конструкторского бюро. В кратчайшие сроки нужно было принять тысячи технических решений, не последний из которых – как прикрепить внешний объект к самолёту. Руслан, успешно летавший уже несколько лет, для этой цели не подходил. СССР в вопросах авиатранспортировки наружных грузов был первопроходцем. Эксперименты начались ещё в 30-е годы. Был такой конструктор Вахмистров. Он взял бомбардировщик ТБ-3 Туполевский и поставил на него сначала два самолёта и 15 чайка истребителя на крылья поставил. Потом снизу ещё два подвесил. Потом один на фюзеляж поставил. И был у нас самолёт, большой бомбардировщик, который возил на себе пять истребителей, привозил их куда надо, они там отцеплялись и улетали, выполняли свою задачу, потом возвращались, прицеплялись обратно и садились. По мере развития авиации габариты и вес перевозимого груза увеличились, в том числе и наружного. Например, в конце 70-х, чтобы доставить 70-ти метровые крылья будущих Русланов из Ташкента в Киев, их крепили на Антеи. Пустые топливные ракетные баки перевозили на Байконур на ширококрылых бомбардировщиках Мясищева. Космический челнок «Буран» был особым грузом. Почти 70 тонн веса. И ни один из уже созданных самолётов-грузовозов для транспортировки советского шаттла не подходил. Даже самый большой на тот момент Руслан. Мешал киль. Раз. Во-вторых, требовалась большая грузоподъёмность, большие размеры. Это вот два главных вопроса. И возить на внешней подвеске на нём было трудно. Впрочем, генконструктор Пётр Балабуев решил взять от Руслана всё самое лучшее. Он мне так в шутку сказал, «Толя, если ты будешь отступать от самолёта АН-124 и что-то новое выдумать, я тебе сделаю характер». Фактически, от самолёта сохранялась только носовая часть и концевые части крыла. А всё остальное, весь узеляж, оперение, которое по размерам фактически такое, как у тяжёлого транспортного самолёта Ил-76, это всё было абсолютно новое. И поэтому объём работы был колоссальный. Буран должен был крепиться к центроплану самолёта, то есть на стыке двух крыльев. Носовая часть самолёта была усилена, в отличие от Руслана, значительно убран задний грузолюк, потому что он значительно снижал прочность. Для сборки МРИ построили огромный павильон. Всё делали по строгому плану. Нарушить жёсткие сроки было никак нельзя. Детали для такой машины попросту негде было хранить. Их привозили на сборку точно в срок и ровно в том количестве, которое было необходимо. А в звёздном городке космонавты уже учились сажать Буран. В отличие от американского шаттла, Буран при посадке обходился без двигателей. Он планировал. Шаттл американский – это как самолёт с ракетным двигателем. А у нас на саму птичке, как мы говорим, там стали только двигатели для стабилизации, ориентации, торможение. Вся система была на ракете. Вот в чём основное от такого различия. Посадить такой 60-тонный планер на взлётную полосу мог только АС – лётчик, который умел ловить крыльями воздушные потоки. Мы готовились сажать этот корабль без двигателей. Отпрацеловали на МиГ-25. Падаешь и думаешь, запустится или не запустится. На высоте 6 км нужно было включать систему запуска двигателя. Сажать МиГи с выключенными двигателями было опасно. Один из таких полётов чуть не закончился катастрофой. После этого конструкторы построили ещё один самолёт – точную копию Бурана, оснащённый турбодвигателями, чтобы космонавты могли и взлетать с взлётной полосы, и приземляться, планируя. Работа кипела. В середине 80-х Байконур напоминал огромный муравейник. Возводились новые сооружения. Комплекс для Бурана энергии занимал больше 10 квадратных километров. Это, к примеру, как 4 взлётных полосы в аэропорту Борисполь. Гигантскую погрузочную установку под Буран и Мрию по частям уже везли из Подмосковья. Все ждали готовности Киева. В январе 86-го НАСА запускало шаттл уже 25-й раз. На борту «Челленджера» 7 астронавтов. В экипажи уже берут и людей обычных гражданских профессий. Заявку на участие в этом полёте подавал даже Стив Джобс, но на его место взяли Кристу Макколев. Первую участницу программы – учитель в космосе. На 73-й секунде полёта загорается топливный бак. Выжить у экипажа не было никаких шансов. После катастрофы НАСА закроет программу «Спейс Шаттл» на два года. Первую энергию «Буран» решили запускать без экипажа. Кораблём управлял бортовой компьютер. Советский шаттл мог самостоятельно не только летать, но и приземляться в точно указанном месте, как обычный самолёт с использованием бортовой программы. Спейс Шаттлу это было не под силу. «Буран» самостоятельно вышел на орбиту, дважды облетел земной шар и вернулся к «Бурану». На автопилоте со скоростью 263 км в час он коснулся взлётной полосы. Он отклонился от маршрута, заданного компьютером, всего на 5 метров. Этот полёт вошёл в Книгу рекордов Гиннеса. Следующий старт был запланирован на 92-й год. Командиром экипажа готовили стать Леонида Кадынюка. Там в космосе мы должны были стыковаться с «Бураном», провести выпробование против двух дней на орбитальном участке полёта. Потом мы должны были стыковаться с «Бураном», а «Буран» должен был идти снова на посадку в автоматическом режиме, без экипажа, без ничего, сидеть. В конце 88-го на заводе «Антонов» работали в три смены. Готовый самолёт в сборочном цехе не помещался в длину, поэтому его выставили по диагонали. Перед выкаткой генеральный конструктор Пётр Балабуев созвал пресс-конференцию. Это было событие мирового масштаба. Самый большой самолёт в мире построен в Украинской ССР. Покажу вам этот самолёт. Он понесёт на своём борту имя «Мрия». Прекрасное украинское слово «Мрия» – мечта. Как и неугомонность человека вечно дерзать, вечно всё стремиться к лучшему. Среди рабочих название «Мрия» вызывало разные ассоциации. Придумали много всяких названий, но наиболее такое известно – это «Миша, Рая и я». Ну, это «Миша и Рая» – это было имя генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачёва и его супруги. И типа и я при них. Ну, вот просто народ так шутил. «Мрия» – самый большой самолёт во всём. И шасси самые большие, и крылья, и фюзеляж, и грузоподъёмность – 250 тонн. На нём уже не четыре, а целых шесть турбореактивных двигателей. Громадину несут по взлётной полосе 32 колеса. Передняя опора – там целых четыре колеса – задаёт направление. Основное шасси включает 14 колёсных пар. Причём четыре с каждой стороны могут поворачиваться, благодаря чему «Мрия» может развернуться на все 180 градусов с минимальным радиусом. В начале Голуненко сделал пробежку, опробовал самолёт перед взлётом. И самолёт буквально на 900 метрах оторвался и очень легко взмыл в небо. Уже через несколько месяцев этот гигантский самолёт побьёт мировые рекорды. Задача была поставлена – установить рекорды. По поднятию груза на высоту, на скорость, на дальность. И суммарно там в этой клетке, как говорится, в этом списке, тогда было установлено 110 мировых рекордов в одном полёте. Весной 89-го «Мрии» предстояло установить ещё одно достижение. Первый полёт – это первый полёт. Впервые самолёт поднимается в воздух. Тот полёт, который с «Бураном», ну, тоже условно его можно считать первый полёт с тем грузом, для которого он предназначен. Вот. И он выполнялся в Байконуре. 650-тонный Ан-225 садится на взлётную полосу. На борту несколько десятков инженеров с техникой для установки «Бурана». Нам, так сказать, специальным краном навесили и прикрепили этот «Буран». Вот если вы видели на верхней части фюзеляжа такие пузыри, как бы, вот, то это прикрытые узлы крепления для различных узлов, не только для «Бурана». На следующий день начались лётные испытания. В одном из полётов появились какие-то странные вот удары. Буквально в районе центроплана какие-то появились удары. Все были, прилетели перепуганные, не знаю что. Ну, давай, давай анализировать. Но потом, когда мы начали летать на большей скорости, всё это исчезло. «Буран» работал без нарушений. Ракета-носитель «Энергия» была в полной готовности. Уже строился второй самолёт «Мрия». Можно было запускать «Буран» в космос уже с экипажем на борту. Посадку «Мрии» и её полёт с «Бураном» центральное телевидение транслировало в прямом эфире. Никогда прежде испытания космической техники в СССР не превращались в телешоу. Но вместо околоземной орбиты «Буран» верхом на «Мрии» полетит на показ в Париж. Его беспилотный полёт останется первым и единственным в истории. В начале 80-х СССР вёл космическую гонку и не жалел на неё никаких средств. Если конструкторам был необходим определённый металл, он добывался и привозился в необходимом количестве. Если было нужно, строились новые заводы. Создавалось или закупалось необходимое оборудование. Привлекались любые специалисты. Ограничений практически не было. Если в Советском Союзе ставилась задача, то она обеспечилась финансово всегда. В 1985 году генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв. В стране началась перестройка. Я помню, где-то обошлась нам порядка 120 миллионов рублей в тех ценах, когда там доллар стоил 0,64 копейки. А в конце 80-х, уже на постройку второго самолёта МРИ, я помню, Патт Василий с большим трудом выбил с министерства не то 12, не то 18 миллионов рублей. Средств не было. В то же время пошла компьютеризация. И нужно было развивать, именно приобретать необходимую вычислительную технику, компьютеризировать, проектирование тогда хотя бы. А денег никто не давал уже тогда. Финансирование уменьшалось каждым кварталом. Впритык хватало денег даже на зарплаты рабочим. Предприятию нужно было зарабатывать самостоятельно. От государства ждать уже было нечего. И генконструктор Пётр Балабуев нашёл выход. Можно применять самолёты для перевозки частных грузов. Под рукой были востребованные в мире Русланы и Мрия. Но без специального постановления Совета Министров использовать эти самолёты было запрещено. Русланы – это был военный самолёт. То есть Министерство обороны платило деньги, заказывало самолёт и заказывало эту серию этих самолётов. То есть они владельцы этого проекта. Не только самолётов, а проекта. Поэтому право иметь эксплуатировать или приобрести его даже создатель не имел права. Решение проблемы пришло само собой. Как раз в это время в Киеве ждали визита Михаила Горбачёва. Щербицкий, руководитель нашего, так сказать, республики, он, естественно, предложил показать Мрию. Это ж, в общем-то, такое, можно сказать, достояние Украины. Шедевр авиационного мирового самолётостроения. Вот, есть чем похвастаться. Ну и, естественно, показали Горбачёва. Но у того цели были одни, а у Петра Васильевича Балабуева были другие. Генсеку нужно было не просто показать Ан-225, но и пригласить подняться на борт. Желательно, без свиты. Именно там и последовало предложение, от которого Горбачёв не смог отказаться. Была команда на нас, что как только зайдёт Михаил Сергеевич с женой Щербицкий, Шевченко, а там же свита, а свита огромная, то нужно как бы стать командиром. Сейчас, секундочку, минуточку, поднять травму. Мы с Балабуевым договорились, когда поднимется Горбачёв, и там с ним 2-3 человека, там близких самых людей, мы закроем рампу. И закрыли рампу. Это действительно было. А здесь были готовы плакаты, и Петр Васильевич ему быстро суть рассказал. Он её схватил. Эту суть в том, что создателям дать право приобретения самолётов. Тогда ещё никто не думал, что уже через два года это постановление станет основанием для передачи Русланов и Мрии Украине. В мае 89-го Горбачёв ещё говорил о научно-техническом прогрессе и перспективах. В сопровождении Раиса Максимовны он зашёл в кабину пилота. Когда зашли ж первые, я ж пропустил. Ну и Михаил Сергеевич сел слева на моё место, а Раиса Максимовна справа. Ну и тишина. Я захожу и, значит, фразу такую говорю ему. «Михаил Сергеевич, я вижу, что вам самолёт понравился, но он ещё красивее, когда он летает в воздухе». То есть я имел в виду, что мы сейчас будем улетать, что чуть-чуть посмотрите, когда мы взлетим. Ну, некоторые поняли, что я чуть ли не приглашаю его полететь с нами. Вот, то есть как-то так, может быть, не совсем удачный вопрос был. Он так на меня посмотрел и развернулся, ни слова не сказал, а Раиса Максимовна повернулась. «Да-да, мы посмотрим». В том же 89-м закончилась война в Афганистане. Она десять лет обескровливала советскую экономику. Советский Союз охватили катастрофические товарные дефициты. И всё это на фоне протестов в странах Варшавского договора и в союзных республиках. В министерствах на вопрос конструкторов, что будет дальше, отмахивались. Впрочем, и без того было ясно – теперь не до космических программ. Для меня это было расчарование. Я весь час верю, что я в космос получу. К 91-му работы в области космонавтики и авиастроения остановились. На смену развитию пришла борьба за выживание. Сдавалось такое ощущение, что завтра нас всех выбросят на улицу, что мы никому не будем нужны, ни в магазинах ничего не было, нужно было выживать. Ситуация была достаточно хреновая кругом. Не только на Антонове, и в Ульяновске, и всё. Но у всех был большой задор такой. И все стали говорить, что вот развалился Советский Союз, Украина теперь другое государство, Россия другое государство, а завод-то у нас, а производство Руслана у нас. Давайте мы у себя, как бы, сделаем. Ну, я говорю, зря это всё. Потому что система есть система. И построить новую систему на базе старой, это требуется очень много лет и много затрат. Лучше давайте работать вместе. В 1992-м Ан-225 впервые полетит в США. Этот полёт едва не станет роковым. Украинская диаспора собирала после Чернобыля какое-то медицинское оборудование, что-то такое для детей Чернобыля, для чего-то. И им нужно было это всё с помпой. И они ни много ни мало не писали тогда президенту Кривчуку, что выделите, а все же наслышаны. Мрию нам выделите для того, чтобы перевести. Мы вылетели на Атлантический океан. Отказал у нас один крайний двигатель. И самолет стал больше расходовать топливо. Все испугались, потому что все спас средства, я не знаю, они были бэушные или не работали. И все понимали, что если мы сейчас шлёпнемся в океан, то мало кто выживет. На борту началась паника. Я сел задом, упёрся в кресло, думаю, может, вот хоть так что-то спасёт. Сижу и думаю, слава богу, хоть успел получить квартиру, хоть детям чего-то останется. Когда на горизонте показалась взлётно-посадочная полоса, самолет расходовал уже последние литры горючего. Прямо шлёпнулись на полосу. И когда уже рулили по волосе, двигатели просто начали останавливаться. Поломку удалось устранить. Самолет загрузили. Предстоял ночной обратный перелёт через океан. Вдруг будет меня, иди срочно вызывает командир экипажа. Я подхожу, что такое? Ушла жидкость одной гидросистемы. Ну, если одна система, ну, как говорится, вышла из строя, ничего страшного, долетим, три же есть, осталось. Вот. Но когда вышла со второй, начала уходить с третьей. О, это уже немножко серьёзно. Самолёт зашёл на территорию Европы. До Украины оставалось больше двух тысяч километров. Я вынужден был, так сказать, принять решение, что мы садимся в Праге. Поскольку не работал демпфер переднего шасси, оно начало ашемировать. Ну, короче, самолёт трясло по-чёрному. Все аэродромные службы, естественно, на это работают. То есть там, а какой самолёт? Мрия. А не слышали, то же самое большое. Там пожарных этих, наверное, со всего города. Как потом выяснилось, самолёт мог разбиться из-за лопнувшей трубы в гидросистеме. И через неё вся ушла жидкость. И в одной, а в другой системе обнаружилась пробка. Короче, осталась предмет, тряпка ещё со времен сборки. После этого полёта Мрию решили разукомплектовать. Агрегаты, двигатели, шасси, оборудование переставили на коммерческие Русланы. Вторая Мрия так и не была собрана. Годом ранее, в 91-м, в программе «Буран Энергия» поставили точку. Космических кораблей выпустили всего пять. Но полностью достроенным был один – тот, что побывал в космосе. Потом его хранили на Байконуре. В 2002 году крыша здания обвалилась. Машина была полностью разрушена. Ещё один экземпляр долгое время стоял на причале Химкинского водохранилища в Москве. Позже его перевезли на аэродром «Жуковский». Он стал макетом. Сейчас его реставрируют. Ещё два «Бурана» были разобраны в цехах Тушинского машиностроительного завода. Было ещё и восемь самолётов-аналогов «Бурана», способных взлетать с обычных аэродромов. Пять из них до сих пор используют в различных испытаниях. От шестого оставили лишь кабину. Седьмой установлен в Германском музее техники в Шпайере. Последний стал аттракционом. Сейчас он выставлен в Москве на ВДНХ. Мечта Леонида Кадынюка сбылась в 1997 году. Он стал первым космонавтом независимой Украины и первым украинцем на американском шаттле. Кадынюк вспоминает, даже цвет Колумбии напоминал ему «Буран». У меня случилось впечатление, что они настолько подобны, даже в деталях, не только принципово, а и в деталях с нашим «Бураном». Ну, что склалось вражение, что одни и те же сами лидеры были цей корабль. Хотя, ну, видменности есть. Есть видменности между ними. Кадынюк пробыл на орбите 16 суток. Проводил опыты с растениями и испытывал свой организм на прочность. Ходил по стенам и спал на потолке. И когда я смотрел на Землю, и такие первые слова, которые просто вырвались самим, я говорю, Кевин, теперь я вижу, что она круглая. Земля круглая, диск Земли, очень красивый, много цветов. И что обратилось внимание, также кинулось в очи величезная количество солнечного света, которое отзеркаливается от Земли и возвращается назад в космос. В Украине его ждала красная дорожка, слава первого космонавта и звезда героя. Сегодня единственный космонавт Украины Леонид Кадынюк работает в Национальном космическом агентстве и преподает в нескольких университетах. В космос он больше не летал. В 2001-м Марию решили снова поднять в воздух. Установили новые, более мощные двигатели. И Александр Голуненко еще раз побил мировые рекорды по грузоподъемности в небе. Это был как бы третий, первый подъем. Ну, третий раз, первый полет. Уже модернизированного, ну, немножко самолета и восстановленного. Для Мрии открылись новые возможности и международные рейсы. Она выполняет заказы по всему миру. Перевозит особо крупные моногрузы, технику и даже животных. Создатель «Бурана» Глеб Лазин-Лазинский умер в Москве в 2001-м, оставив бесценное наследие. Проект многоразовой авиационно-космической системы или МАКС. Глеб Лазин-Лазинский, он мыслил дальше. А есть ли старт в Смрии? Возможен или невозможен? Да, и рассматривали. То есть такая, ну, скажем, идея. Ну, и эту идею он еще... Жив Антонов был, Олег Константинович. Он ему якобы эту идею изложил. А это возможно? На что Антонов тоже среагировал? Говорит, конечно, все это возможно, но нужно считать, рассматривать. На Мрию должен был стыковаться похожий на «Буран» космический челнок с огромным топливным баком. Самолет сначала летит горизонтально, потом снижается, разгоняется, и потом выходит на такой маневр горка по кругу, где создается нулевая или около нулевая перегрузка. В момент этой около нулевой перегрузки происходит отделение орбитального самолета. Самолет уходит вниз, а орбитальный корабль уходит вверх в космос. Запаса горючего должно было бы хватить, чтобы долететь до Луны. Но фантастическая система так и осталась в эскизах. Это было в начале двухтысячных. Возможно, проект слишком опередил свое время. 1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия», на котором летал Кадынюк, взорвался при входе в атмосферу. 2 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» Про Колумбию не знали, что там происходит, что там уничтожено теплопокритие. И именно поэтому она и загинула, моя Колумбия. И на моем месте сидел первый израильский космонавт Рамон. Вот, на жаль, они загинули. Колпа начала загинула. Так уж, ну, они, мабуть, я так себе думаю, не встегли зрозуметь, что с ними случилось. В 2011 году НАСА закрыло программу «Спейс Шаттл». Три действующих корабля «Эндевор», «Дискавери» и «Атлантис» были списаны. В истории шаттлов было две катастрофы, в которых погибли 14 астронавтов и миллиарды долларов убытка. А ведь «Буран» еще в 88-м летал без пилотов. Советский проект оказался более мощным, прочным и безопасным. Американцы после каждого пуска шаттл очень серьезно перебирался. Двигатели перебрались, очень много пластин у них прогорало. Значит, когда был совершен единственный наш полет, нашего «Бурана», так, насколько я помню, там всего поменяли три или четыре пластины. Мы создали машину, которая опередила свое время. Сегодня говорят, чтобы лететь на Марс, надо на низкую орбиту там вывести минимум 70 тонн. А мы в то время могли вывести 130 тонн. Макс. Ну, Макс и до сих пор, как бы, он еще не отменен полностью. В принципе, если финансирование будет, та сторона будет, то Мрия жива. Остался еще один «Буран», тот, который предназначался для полета экипажа Кабенюка в 92-м. Он собран на 97%, хранится в закрытом музее космодрома Байконур и ждет своего часа. Была государственная задача поставлена, и то, что каждая республика в свое время решала, это, я считаю, национальным достоянием, вот того большого достояния, которое у нас когда-то было. Ну, Мрия до сих пор живет, допустим, а ракета энергия умерла. Мы говорили, что давайте воспроизведем энергию, когда ставился вопрос вот в России. Воспроизведем, и есть готовая ракета, есть стартовый комплекс. Вот Россия, Украина, Казахстан могли бы эксплуатировать его. Но, к сожалению, политика сегодня превалирует в здравом смысле. Поэтому вот по новое рисуем, по новое что-то создаем. И оно не всегда лучше то, что создали наши прародители. Покорение космоса. Этой мечтой и ее воплощением в жизнь 30 лет назад жила огромная страна. Темпы космической гонки открывали науке невиданные до сели горизонты, перебрасывая человечество сразу на поколение вперед. За несколько десятилетий ученые и конструкторы сделали реальными самые фантастические идеи. Буран, Энергия и Мрия появились на свет благодаря согласованной работе миллионов людей. Людей, движимых одной общей мечтой. Сегодня кажется, что наша мечта о космосе разрушена. Но это не так. Мы будем мечтать и будем верить, потому что у нас есть Мрия. Играет музыка.